В селе Саржанса и Мартугского района решилась проблема нехватки мест в дошкольных организациях. Все благодаря частным инвестициям. Индивидуальный предприниматель выделил 70 миллионов тенге на открытие детского сада, который расположился на месте старого сельского кафе. Всего в Мартугском районе в очереди на места в дошкольных учреждениях состояли 138 детей. Теперь малыши смогут получать воспитание в трех группах. Каждый будет работать по одному воспитателю. Дошкольная организация оснащена и оборудована всем необходимым. В Ахтубе прошел чемпионат Казахстана по мотокроссу. В нем приняли участие 70 спортсменов из семи регионов страны. Для занятия мотокроссом необходимо иметь большую ловкость, силу, выносливость и мужество. В нашей области созданы все условия для развития этого экстремального вида спорта. От тех, кто занимается им, очень много. Есть люди старше 60 лет и есть мотоциклисты в возрасте 6 лет. По словам президента Федерации мотоспорта нашей области, чемпионат по мотокроссу проводится ежегодно в течение 15 лет. Этот турнир прошел на базе единственного в регионе экстрим-парка. Трасса имеет протяженность 1,5 километра. Немало местных спортсменов занимают призовые места по мотокроссу. К примеру, в прошлом году Актюбинская область заняла первое место на республиканском чемпионате. По итогам чемпионата актюбинские спортсмены уступили сборной города Астана и заняли второе место. В копилке наших земляков два золота и три бронзовые медали. На третьем месте расположилась команда Костанайской области. Состоялся турнир по самбо среди сотрудников всех силовых структур и правоохранительных органов региона. Данное соревнование является традиционным и направлено на развитие спортивных качеств участников. Всего в состязании приняли участие 80 человек из самых разных силовых структур. Многие участники соревнования имеют на своем счету несколько медалей и наград. По итогам турнира победители получили медали, кубки и благодарственные письма. Ровно 60 лет назад был дан старт развитию газовой отрасли региона. От магистрали Бухара-Урал к Актюбинской станции протянули трубопровод с голубым топливом. Отметить юбилейную дату деятели важной сферы решили выставкой. В областном музее выставили более 100 уникальных экспонатов. Архивные фотографии, первые задвижки и инструменты – все это достояние истории области. Торжественное открытие мероприятия поручили ветеранам отрасли. 60% актюбинцев свободно владеют казахским языком. Такую статистику озвучили участникам круглого стола, посвященного празднованию Дня языков. Лингвисты, филологи и общественные активисты в ходе открытого диалога обсудили актуальные проблемы казахофикации услуг, предоставляемых населению. Традиционно День языков в Казахстане отмечают 5 сентября. Эта дата совпадает с днем рождения Ахмета Байтурсынова, автора алфавита казахского языка Тотти Жазу. В этом году празднование началось еще в августе. А круглый стол – одно из событий широкомасштабного плана актюбинских языковедов. В ходе круглого стола участники особое внимание уделили качеству предоставляемых услуг населению на государственном языке. На основании жалоб населения разработали рекомендации для отдельных госорганов. Также обсудили новые инструменты для привлечения актюбинцев к углубленному изучению казахского языка. В Ак-Тубе стартовал традиционный открытый турнир памяти известного тренера Бориса Квака. Уже в шестой раз лучшие теннисисты страны в двух возрастных категориях борются за победу в соревнованиях на актюбинских кортах. Состязание станет одним из важнейших этапов подготовки к крупным республиканским чемпионатам. Соревнования входят в областной календарный план, и на актюбинских кортах спортсмены смогут набрать необходимое количество рейтинговых очков. К слову, Борис Квак внес весомый вклад в развитие популяризации игры с ракеткой и мячом. Воспитанники известного тренера являются призерами многих республиканских и международных турниров. Помимо актюбинских ребят в турнире принимали участие юные теннисисты из Астаны, Алматы, Караганды, Уральска, Кустаная, Атрау и Актау. Так как соревнования имели открытый статус, побороться за победу приехали спортсмены из российского города Орск. Безусловно, одним из самых именитых участников являлся Михаил Попатько из Актубе. Актубинский парк дорожной инспекции пополнили 15 новеньких авто системы «Автоураган». Такая техника позволяет патрулям останавливать не только нарушителей правил дорожного движения, но и должников по налогам, алиментам и коммунальным услугам. «Автоураган» не новинка для службы дорожного контроля, но данный транспорт отличается более обновленной программой навигации. Голосопое сопровождение прямо на ходу предупреждает инспекторов о скорости не только впереди идущего транспорта. Диапазон надзора 360 градусов. Новые комплекты «Автоураган» уже выехали на дорогу. Восемь автомобилей будут обслуживать трассы областного значения, а семь патрулировать на городских улицах. В целом в базе современного навигатора отражаются все просрочки, которые зафиксировали судебные исполнители. Мажины злостных нарушителей инспектора «Автоурагана» могут на месте забрать на штрафстоянку. Для имамов областного центра прошел обучающий семинар на тему этика и культура проповеди. В ходе мероприятия со слушателями поделился опытом гость из Алматы. Член Республиканской информационно-разъяснительной группы Достан Курманбаев, местным священнослужителям были даны полезные советы по искусству, проведению и чтению лекции, а также по стилю речи. Отметим, в настоящее время в религиозных учреждениях, заведениях и учреждениях ведется обучение методом грамотной информационной работы с верующими. Более 700 работников акционерного общества Синписи Актубе Мунайгас приняли участие в корпоративной спартакиаде. Спортивное мероприятие по традиции проводится в сентябре и посвящено профессиональному празднику – Дню нефтяника. В общей сложности специалисты отрасли состязались в 15 дисциплинах. По итогам масштабного спортивного праздника были награждены победители и призеры соревнований. Аким области Асхат Шахаров ознакомился с ходом работ по засыпке грунтом городского полигона творным бытовым отходом. В ходе посещения объекта глава региона отметил, что горение и тление полигона – один из наиболее проблемных вопросов областного центра. Представители подрядной организации БАТА Сактубе заверили, что работы проводятся согласно графику. Помимо засыпки грунтом участка площадью 42 гектара продолжается установка 160 газоотводящих труб. В рамках празднования Дня языков в Актубе прошла научно-практическая конференция с участием ученых и лингвистов. В числе докладчиков выступили столичные гости и зарубежные эксперты языкознания. Национальный язык – основа государственности. Именно так назвали конференцию с международным участием. В числе выступающих перед педагогическим президиумом ученые из Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова. Они подняли новую для лингвистики тему – лингвоэкономики. По словам ученых, работают по этой теме пять экспертов. Научная группа провела опрос среди 6 тысяч казахстанцев и определила, что брендировать товары выгоднее на госязыке. Также были определены 15 бизнес-кейсов, которые развиваются на казахском языке. Также выступили с докладами ученые региона. А через Zoom перед актюбинцами свои научные темы презентовали профессоры из Турции и Узбекистана. В парке имени первого президента состоялся флешмоб с участием пенсионеров из Центра активного долголетия. Они выполняли различные упражнения, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни среди своих ровесников. Отметим, Центры активного долголетия набирают огромную популярность среди актюбинских пенсионеров. Ведь там им предоставляются различные услуги. В основном это занятия спортом и творчеством, изучение языков и консультации врачей. Пенсионеры ходят в Центр с удовольствием, ведь все это на бесплатной основе. В нашем городе они начали открываться два года назад во время карантина. По словам специалистов, к ним в основном приходят больше бабушки, а не дедушки. А подобные мероприятия они проводят довольно часто. В основном устраивают концерты и отмечают памятные даты. На сегодня по городу у нас насчитывается шесть центров активного долголетия. Каждый из них посещает порядка 40 пенсионеров. В общей сложности более 200 человек. Каждый месяц в октябре регистрируется примерно пять новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Диапазон возраста заражения вирусом варьируется от 30 до 34 лет. Поэтому профилактику нужно проводить уже со школьной скамьи, считают специалисты. Одна из таких встреч с участием прошла в городской библиотеке. Организатор встреч – Ассоциация детских и молодежных организаций. Активная молодежь обеспокоена статистикой распространяемости ВИЧ-инфекции. Но врачи отметили, что это заболевание хоть и неизлечимо, но жить с ним можно. Как напоминают специалисты спеццентра, анализ на ВИЧ на территории страны проводится совершенно бесплатно. При желании процедуру можно пройти анонимно. В рамках встречи сотрудники библиотеки познакомили школьников с выставкой, на которой представили литературу о борьбе с ВИЧ. В октябре проходит региональный этап инклюзивной спартакиады «Жодзай». В ней принимают участие 9 команд из города и районов области. Победители состязания в дальнейшем покажут свое мастерство в столице. Спартакиада для особенных детей проходит в стране во второй раз. Талантливые ребята соревнуются по 40 видам спорта. В этом году только в областном этапе принимают участие более 100 спортсменов. Интерес детей к спорту очень высок, отмечают тренеры особенных спортсменов. Многие уже поднимались на пьедестал почета на различных республиканских соревнованиях. Отметим, что на сегодня в регионе обучается 7 тысяч особенных детей. В трехстах школах организованы инклюзивные классы. Субтитры создавал DimaTorzok